с вами лиза добро пожаловать на мой канал здесь про творчество вдохновение и самовыражение сегодня мы с вами будем оформлять адвент календарь вообще адвент календарь это такой календарь и который отчитывает дни до рождества или нового года и тем самым создает праздничную волшебную атмосферу обычно календарь такой состоит из окошек или каких-то коробочек за которыми или в которых спрятаны маленькие сюрпризы или задания каждый день человек открывает одну коробочку или одно окошко получает мини-сюрпризик выполнять какое-то задание и тем самым получают хорошее предновогоднее настроение все сейчас эти адвент календари стали очень популярны и они охватывают не только декабрь но и вообще всю предновогоднюю вот эту вот атмосферу в эти коробочки в эти окошечки можно положить все что угодно что порадует человека сегодня я буду оформлять адвент календарь для саши прошлом году были только у меня адвент календарей было несколько саша сказал что ему этого не надо в этом году я думаю что он тоже так скажет но я вот решила его все равно порадовать потому что кто не смотрел видео обязательно посмотрите я ссылочку оставлю я ему устраивала квест домашний на нашу годовщину отношений ему очень понравилось там как раз его и отзыв вы можете послушать поэтому я думаю что его этот сюрприз тоже обрадует так я подготовила на такие наклейки и вот такие крафтовые пакеты подготовила тут их конечно очень-очень много но может не пригодится для чего-нибудь еще я решила что я сделаю адвент календарь до рождества потому что здесь в германии рождество это более предпочтительный их праздник чем новый год все рождественские ярмарки открыты до рождества они до нового года что мне конечно не радует потому что я очень люблю вот эту вот праздничную веселую атмосферу но что поделать радуемся тому что есть и так значит я буду класть вот в эти крафтовые пакеты подарочки я их подготовила вот здесь вот сейчас мы с вами как раз будем смотреть что я подготовила сейчас хожу в магазин и если честно я уже немного подестала искать что-то подходящее что я хочу положить в подарки у меня уже где-то половина примерно есть даже чуть побольше я вот думаю голову ломаю что еще купить вчера я целый день ходила выбирала подарки я на самом деле не составляла никакого списка того что я хочу купить я просто решила что я приду в магазин что я увижу интересного то я и куплю так примерно и получилось а у меня один такой прикол произошел точнее не прикол а прокол я бы сказала потому что я купила 24 подарка и просчиталась в одном подарке поэтому мне пришлось как это все быстренько исправлять но слава богу я вышла из ситуации я вспомнила что я хотела в квесте положить ему вот такую зарядку это получается станция зарядная станция беспроводная и это будет как раз подарок на 25 декабря кроме подарка я хочу также в крафтовый пакетик положить напутствие какую-нибудь за вдохновляющую фразу и прочее у меня вот есть такие открыточки их я рисовала сама такая открыточка время чудеса господи почему у них не ловит фокус вот с обратной стороны у меня тут все уже разлиновано и здесь я как раз подпишу какую-нибудь вдохновляющую фразу а давайте тогда начнем с распаковки подарка ой это было то еще приключение вы бы знали как я ходила бродила я наверное потратила часа четыре возможно вообще в адвент календаре кладут также разные задания пример составить вместе список дел для зимнего отпуска или организовать какую-нибудь игру на двоих например поговорить о ваших мечтах целях и прочее для детей кстати можно тоже составить какие-нибудь классные задания на перемешку с какими нибудь мини подарочками сладостями например вырезать снежинки и украсить комнату мне кажется что для заданий можно придумать вообще все что угодно что позволяет ваша фантазия например можно сочинить какую-нибудь семейную сказку на новогоднюю тематику можно например провести вечер кино или поиграть в прятки или например если у вас творческий ребенок то сделать такое задание чтобы он сочинил стихотворение на новогоднюю тематику например какое-нибудь небольшое четверостишь я разучить зимнюю песенку составить мини-кп сделать например какую-нибудь аппликацию с елочками снеговиком снежинками деда морозом или например нарисовать что-то на зимнюю тематику составить карту желаний и вообще можно придумать все что угодно но зная например своего мужа ему не совсем вот эти вот все истории интересны поэтому я решила что а для мужа я подготовлю маленькие подарочки которые его порадуют и так что я купила так у меня тут целый пакет точнее даже два пакета и так это вот такая вот штучка в общем это что-то опять азиатская это он любит по-моему это даже с васаби что-то такое потому что ему нравятся всякие острые вот такие вещи чем много чего азиатского именно куплено из каких-то таких вкусняшек дальше идут вот такие вот палочки вкус печенье и кремом надеюсь что это вкусно далее идет вот такой но это не лего но это вот такого зайчика нужно собрать тут есть инструкция тут есть пакетики с такими детальками которые нужно собрать в общем это очень похоже на леду но это не лего вот такая зубная щеточка мне она очень понравилась потому что здесь смотрите какой милый мишечка лапочка просто у него есть зубная щетка но я не могла пройти не вот этой потому что я очень милая мне конечно знаете что будет интересно мы же обычно щетки вот так кладем ставим в стаканчик что произойдет вот с этим мишкой спустя такое продолжительное количество опусканий в стакан дальше идет вот такой чокобисквит это какие-то печеньки мы потом с вами будем вот это вот все еще располагать в течение 25 дней чтобы всякие вещи не повторялись потому что у меня есть повторами главное чтобы они не шли вот так вот рук за дружкой далее это вот такая лапша мне понравилось то что здесь вот оформлено так интересно под аниме one piece вроде это называется ну по крайней мере вот этот по-моему герой он из one piece вот со вкусом курица вроде так чикен тирьяки далее это идет вот такой набор свечей маленьких мне кажется они создадут такую знаете атмосферу прям нового года потому что в прошлый раз мы ставили елочку и вокруг зажигали как раз вот эти вот свечи тут их получается 18 штук если я не ошибаюсь и пахнут они яблоком с корицей как раз такой и новогодний запах далее у меня идут носочки конечно как без носков извините мужчинам на любой праздник дарят носки это как бы база идет опять с овечка ну примерно с таким же кстати запахом яблоко корица я не знаю почему я купила два одинаковых а кстати знаете что я по моему еще одну свечку купила с этим же запахом в общем у меня будет три раза свечки с одним и тем же запахом ну ладно это ничего страшного потому что у нас свечки только так летят ну в плане того что мы часто ими пользуемся или идут конфетки от линд это вот это база для саши он любит эти конфетки поэтому я решила их тоже купить далее у нас идет вот такая машинка не знаю я решила приколоться просто это audi rs не трон жить и ему нравится audi но другая модель к сожалению в магазине не было этой модели поэтому я просто решила audi купить как бы визуализации знаете это карта желания это когда вот эти вот всякие картинки делают а это уже знаете как бы немножко мы идем дальше в 3d визуализацию а потом мы как-нибудь и приобретем эту машину далее идет монстр это тоже базы для саши он любит этот напиток еще кстати два напитка фанта с разными вкусами ему фанта тоже нравится конечно санта шоколадный санта вот кстати я вам говорила про свечку от эрбик тоже с таким же вкусом но если честно вот если все вот эти вот три свечки сравнивать у них хоть и вкус яблоко-корица но они по-разному ощущаются вообще по-разному так далее я купила вот таких вот мишек но я решила что я их не в этой коробке оставлю я купила вот такую миленькую коробочку я вот сюда их как раз и положу потом можно кстати эту коробочку как-нибудь использовать в других целях я такое обожаю знаете типа ресайкл такие с вами просветленные эко-френдли все дела далее еще одни носочки но уже с пиццей мне показались кстати они очень прикольные потому что саша любит пиццу а кстати знаете что это не двое носков это разные носки типа на один на одну ногу один носок надевается а другой на другую блин это так прикольно на самом деле необычно я бы сказала я не знаю будет ли он так носить так далее идет от линд мишка вот этих вот мишек и зайчиков которых обычно продают ближе к пасхе от линд мы просто обожаем они очень вкусные я не знаю лучше шоколады кроме тонис тонис извините это топ а далее идут мармеладки тире сладкие палочки не знаю по моему это просто мармелад называется пишите в комментариях как это правильно называется я если честно не особо шарю и вот такие таблеточки но это не таблеточки это прикол написано против работы до упаду здесь вот такие конфетки не знаю похоже может быть на тик так или на ммдмс я не знаю не пробовала но мне показалось что это будет в тему потому что обычно к новому году все устают от работы вообще от всяких дел итак с первым пакетиком мы с вами разобрались идем ко второму пакетику и конечно же я купила футболки потому что знаете это расходный материал на самом деле вот такая футболка все это от джек и джонс вот это кстати мне больше всех понравилась она такая прикольная сзади вот так вот необычная Саша обычно носит темные футболки я вот уже говорила в предыдущем видео где я делала для него квест что он любит темные футболки но я решила немножко все таки разбавить его гардероб хоть это и не прям супер светлый но отличаются потому что у него черных футболок очень много и я даже сама иногда уже путаюсь в этих футболках и вот такая зарядная станция вы бы знали как долго я ее выбирала потому что я выбирала между 15 вольтами и 20 но 20 это не только на телефон это вся станция то есть на телефон там сколько то на часы сколько то и на наушники сколько то идет это как бы все распределяется я если честно вот в таких технических моментах не особо шарю поэтому мне было тяжело ну что ж перейдем к оформлению я вот думаю что я начну все таки вот с этой коробочки и вот с этих вот нишек где 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 у меня тут такой бардак что я уже не вижу что где лежит у меня кстати есть такой прикол когда что то вот прямо передо мной то что я ищу я этого не вижу особенно когда я встречаюсь например в людном месте с человеком он стоит передо мной я его могу не увидеть запросто ой как хорошо что я вот эту упаковку купила хотела меньше купить что тут еще даже осталось немножко пространство первый пакетик лички блин мне они так понравились они такие милые посмотрите сейчас мы еще другие посмотрим блин смотрите сейчас блин вот это прям вообще милота но я буду делать все таки до 25 дней а не 31 раз я живу здесь так что я живу по правилам и традициям здешним я вот думаю я же еще хотела вот так запаковать я даже купила специально этот степлер я вот думаю запаковывать или нет наверное я все таки чикну так вот таким образом это будет выглядеть я думаю что было бы конечно очень прикольно еще какие-то задания делать но я не очень хочу напрягать Сашу поэтому делаю напутствие так первое у меня будет напутствие кстати я не делаю ручку что ли а я не взяла ручку говорю вот я вам об этом и говорю что лежит передо мной но я не вижу так первое напутствие у меня будет каждый день это шанс на что-то прекрасное так люблю устраивать вот такие милые вещи в детстве я очень любила делать разные поделки и дарить их как часть подарка или прям как сам подарок я делала из бумаги цветы и дарила вазочки и это было прям супер классной идеей когда знаете эти цветы могут простоять целую вечность и радовать человека чтобы он не распаковал раньше времени итак первый пакетик у нас готов далее 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 у нас идет понедельник понедельник день тяжелый я думаю что можно положить например монстра что-то попить надо постоянно чтобы были разные какие-то вещи классно смотрится мне кажется потому что например просто писать от руки как-то знаете грустновато и тут так интересно что каждой циферке такой миленький рисуночек идет напишем какую-нибудь фразочку ты способен на гораздо большее чем ты сам думаешь например кстати вместо подарочков вот таких можно также положить что-то сделанное своими руками это не обязательно должно быть что-то сделанное из оригами или что-то такое например может связано что-то быть с кулинарией например сегодня я испеку печенье или как-то например завуалировать это какой-нибудь загадки и тоже таким образом будет сюрприз для человека ты делаешь этот мир лучше просто тем что ты есть очень вдохновляюще кстати звучит я бы возможно тоже кстати положила такой сюрпризик по поводу имбирного печенья если бы Саша уже сразу не знал что я его так буду делать так что это не будет для него сюрпризом следующую фразу я напишу так сделай сегодня что-то что сделает тебя счастливее кстати такой матч получается синяя футболка и синяя наклейка я такое удовольствие на самом деле получаю от того что вот это вот все запаковываю то что я представляю как это он все будет распаковывать седьмой я еще даже не на половине так забылась фраза фразы на восьмой день а я знаете что забыла оторвала ли я фразе ну вроде бы отрывала я почему вспомнила потому что сейчас вот щетку взяла тут как раз есть я уже забыла какие фразы писала поэтому я могу повториться твоя улыбка это свет который дарит радость другим вот так пишу как раз связано зубной пастой ой зубной щеткой но это не намек на что-то негативное если что 8 вы бы знали как я обожаю наклейки и это прям вообще супер спасение чтобы не писать на каждом пакетике потому что это кстати экономит время потому что если бы я сейчас еще на каждой пакетике писала потому что я бы не просто писала меня бы это не удовлетворило я бы еще какими-нибудь другими наклейками начала это все декорировать и это бы еще больше времени не заняло чем это сейчас занимает плату я кстати задумалась над тем на какую тему я в этом году хочу адвент календарь потому что в прошлом году у меня были только сладости еда вот с этим все связано в этом году я хочу что-то с косметикой чтобы было связано и с лего лего это обязательно извините я уже кстати видела адвент календарь в магазине вчера связанный с легом и не стала покупать потому что у меня и так уже руки прям как сосиски были а сейчас у меня сосиски ноги ой 10 кладу напиток 10 я думаю что я санту положу тут как раз наклейки елочные игрушки и санта в тему будет радуйся простым вещам они делают нашу жизнь лучше 13 13 это пятница пятница я помню что меня в детстве пугали этой на их взгляд наверное несчастливой датой но мне кажется что это не зависит от даты это зависит от каких-то других возможно обстоятельств пишите кстати в комментариях верите ли вы в такие эзотерические традиции приметы потому что на мне сказываются вот эти вот все знаете а мне бабушка говорила а мне мама сказала вот там вот мне сказали я например возвращаюсь когда домой я обязательно должна посмотреть в зеркало чтобы на меня демоны не напали что-то в этом роде у меня бывает такое я положу хариба 13 мне кажется или немножко уже темновато становится у нас кстати перевели на час назад время я если честно очень люблю эту пару когда как будто вы знаете вам дарят еще один час это так приятно блин у нас сосед так громко слушает музыку постоянно это знаете вот эти вот песни типа в общем я вам вставлю самое интересное что когда прекращается ну вот этот вот закон о шуме там он по-моему до 9 что ли до 10 все сразу затухает то есть он вот когда можно он прям громко очень слушает музыку прям на коридоре все слышно но когда время наступает он все отключает это продуман кстати под прошлым роликом где я делала для саши квест был комментарий что это так мило что вы запоминаете там какие-то детали и потом их воплощаете в жизнь в общем я точно не помню но я его сюда вставлю мне было так приятно прям ну я не знаю просто я люблю подмечать такие казалось бы незначительные детали чтобы потом как раз и удивлять человека этим что он сказал скользко это как-то может быть он даже не задумывается об этом но потом вот я такая типа вот тебе подарок а он такой типа ой а я и забыл об этом это мне кажется не знаю делает человека еще счастливым мне кажется вот именно такие мелочи делают наши дни наши вот такие счастливые моменты нежели что-то такое грандиозное 15 15 у нас воскресенье я думаю что я вот этого зайчика положу потому что если я его положу в какой-нибудь а будний день то у него не будет времени чтобы его собрать перед работой а так воскресенье на расслабончике собираем зайчика а у нас на очереди 16 16 я положу футболку только вот какой вопросик я себя знаете когда складываю вот эти футболки чувствую как будто я вот этот вот консультант в магазине который знаете складывает вот эти вот футболки после покупателей которые вот так вот все расшвыряют ну вообще кстати мне кажется это конечно не забота покупателя потом знаете складывать но мне кажется это больше про культуру что ты развернул посмотрел и как бы можно завернуть как хорошо что я вот именно эти пакеты заказала они казалось бы такие маленькие но не супер вместительные 15 носки это прикольно мне кажется мыть что и на наклейки носочки и я ему подарю носки пицца ну я прям как Санта Клаус мне тут подарок 20 это у нас пятница и мне кажется что очень актуально положить вот эти таблеточки против работы до упаду но Очевидно, что коробка с зарядным устройством не влезет в этот маленький крафтовый пакетик, поэтому я решила сделать намек вот в этой новогодней коробочке, написав, где спрятан подарок. Вот такая вот красота у меня получилась, я уже с нетерпением жду, когда Саша будет открывать каждый подарочек, потому что, если честно, прошло 20 минут после того, как я завернула последний подарок, и я уже забыла, в каком порядке у меня идут эти подарки, поэтому для меня это тоже будет своего рода сюрприз. Я очень довольна тем, что у меня получилось, и я надеюсь, что эти маленькие сюрпризики порадуют Сашу, вдохновят его. И я надеюсь, что в целом вся моя идея с адвент-календарем порадует вас и вдохновит вас на создание своего календаря для своих близких или, может быть, для себя. Делитесь в комментариях своими идеями по созданию адвент-календаря, может быть, вы также возьмете эту задумку с крафтовыми пакетиками, либо вы, возможно, придумаете что-то более грандиозное, так что делитесь, будем вдохновляться и творить вместе. Подписывайтесь на канал, для меня это очень важно и очень ценно, а для вас это будет удобно, потому что я свои ролики выпускаю не по графику. Ставьте лайк, пишите комментарии, также не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, я его введу в дневниковом формате, где делюсь творческими моментами и моментами своих немецких будней. А мы с вами увидимся в следующем ролике. Чус!